На территории турбазы Ореховая развернулись десятки палаток. 25 команд, 250 человек. Эти ребята весь год активно участвовали в городских патриотических мероприятиях. Теперь пришла пора показать, чему научились, а заодно узнать нюансы у специалистов. Бойцы Росгвардии рассказали, как правильно наладить связь в лесу, оказать первую помощь при разных видах травм, а также защитить себя от возможной химической атаки. Ребята не просто подержали в руках инвентарь, а сдали нормативы по одеванию химзащиты и сборке-разборке оружия. Больше всего мне и моему отряду понравилось то, как нам рассказывали про военную медицину. То есть действительно это было очень интересно, в мельчайших подробностях. И мы смогли практиковаться. Подготовку ребят специалисты оценили. Бойцы Росгвардии – частые гости и в детсадах, и в школах. Многие детишки, которые даже сегодня мы задаем вопросы, они уже непосредственно отвечают на вопросы, уже видна их подготовка. Также видна их подготовка как и по строевой подготовке, так и естественно в знаниях теоретических. Патриотическая смена в палаточном лагере проходит уже второй год. И, судя по обоюдному интересу, станет регулярной. В целом за лето лагерь намерен принять тысячи юных сочинцев. Разнообразные программы рассчитаны на четыре дня. Расписана программа дня буквально по минутам. И это не только интересные мастер-классы. Это и игры. Это и игры в опересеченной местности. Это и занятия по дисциплинам. То есть много очень всего интересного. И это интеллектуальные игры, что тоже немаловажно. Уже в эту субботу в лагерь приедут юные любители гор. Ученики с шестого по десятый класс. На турбазе пройдут городские соревнования по спортивному туризму. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».